Да, привет, все видно, слушаю тебя. Да, здравствуй, Илья. Я вот хотел обсудить с тобой работу нашей компании и мое участие в ней. Вообще, вот я проработал два года, скажи, как ты оцениваешь мою работу в целом? Все нормально. Может быть, есть какие-то недостатки, замечания? Да нет, в целом нормально. Неорганизованный ты слегка, но так все хорошо. Ну, спасибо. Я хотел бы сказать немного о своих ощущениях, о том, как мы работаем. Ну-ка. Мне, думаю, тебе, как руководителю, это важно тоже услышать, потому что я никак единственный дизайнер, не считая нашего недавно набранного Ивана. Я вижу некоторые проблемы в нашей работе. Это то, что мы несколько углубляемся, наверное, в визуал, в оформление наших приложений, и меньше уделяем времени и акцентов расставляем на пользовательских задачах, пользовательских сценариях. Мы, конечно, делаем много проектов для того, чтобы наши банки, пусть они пока небольшие, делают удобно вроде бы как своим клиентам, но по факту получается, что мы как будто угождаем просто вкусовым ощущениям банкиров. Это все к чему конкретно? Я все к тому, что хочу предложить, попробовать сделать свой такой проект, свой проект, который я бы сделал так, как я вижу правильно. У нас, конечно… Интересно, рассказывай. У нас, конечно, не проходит никаких курсов, никаких семинаров. На конференции тоже не ездим за последние два года. Я вот не встретил. Хотя в других компаниях это проводится. Ты знаешь, наверное, что компания Google 20% времени дает своим сотрудникам для развития их собственных проектов. Саш, ты что хочешь, короче? Я хочу попробовать выделить больше времени для того, чтобы делать больше самому обучаться и тем самым обучать потом Ивана. И попробовать какие-то проекты. Я не против? Но проблема в том, что это затронет рабочее время, потому что в остальное время я же семейный человек. И вот так вот не буду успевать, конечно. То есть ты хочешь меньше работать? Не меньше работать. Это просто работа будет в другом ключе, вот о чем речь. Это будет работа на создании, ну что ли… Подожди, короче, ты хочешь ходить на какие-то тренинги, семинары, и ты иногда не успеваешь из-за работы в офисе. Я правильно тебя понял? Да. Без проблем. Ты мне каждый раз, когда на семинар соберешься, тренинг, ты мне пиши служебную записку, что вот я иду на такой-то семинар, я тебя буду отпускать, если ничего срочного не требуется. И после семинара будешь нам вместе с Иваном, я тоже хочу поучиться, будешь рассказывать, как ты сходил, чему там научились, полезно или нет. Может быть, даже мы на какой-то сможем деньги выделить, боюсь тебе обещать, но посмотрим. Вот такое мое предложение. Договорились? Да, это хорошо. Ну, помимо этого, мне хотелось бы и попробовать сделать свой проект самостоятельно. Для этого как раз требуется примерно три часа в день для того, чтобы освоить новый такой проект. Ну, отлично. Собственно, ты заканчиваешь в семь работу, у тебя еще шесть часов примерно трудоспособности. Ну, мне хотелось бы это делать в том числе как бы и место рабочего времени. Вот. Если ты думаешь, что как бы... Ну, у нас есть некоторые оговорки в трудовом договоре, да? Не-не, это все не важно. Короче, давай, если проект интересный, может быть, мы даже тебе поможем. Да, если он прибыльный, интересный, ты приноси сам проект или там мне присылай сегодня. Ну, вот посмотрим, там видно будет. А ты не думаешь, что это в зарплате будет сказываться на мне? Да подожди, мы еще ничего не решили. Ты мне главный проект пришли посмотреть, а там разберемся. Не, ну, я, знаешь, я не хочу говорить про проект, потому что еще он неизвестный. А то я скажу что-то, а он не получится. Нет, нет, ничего страшного. Я, может быть, посмотрю и там дам какие-то дельные советы. Нет, у меня так всегда бывает. Я скажу что-нибудь, а потом он никак не выйдет. Поэтому у меня вот другое решение было бы. Так, тут 10 секунд. Да. Хотел бы вот просто, мы бы зарегистрировали ИП для того, чтобы меньше снизить налоговое бремя на зарплату. И компенсировать мое отсутствие в этом смысле. Какое отсутствие? Про тренинги мы уже договорились. Остальное я сейчас вообще не понял. И, к сожалению, мне нужно бежать. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Продолжение следует...